Наш сегодняшний рассказ о церкви, которая имеет небольшую историю. В июне 2000 года в Новороссийске этот храм был заложен. Место выбрали не случайно. Здесь в годы Ильихалетия были расстреляны люди, не присягнувшие советской власти. Поэтому и посвятили церковь новомучникам и исповедникам российским, тем, кто пострадал за свою веру. Через два года митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор осветил этот храм. Позже здесь возвели часовню в честь святого воина Дмитрия Солунского. Прихожане отмечают, что здесь очень семейная и добрая атмосфера. Именно этот небольшой, но очень уютный храм и стал центром капелланского служения в Новороссийске. А всего этому церковному деланию исполнилось здесь 20 лет. Прежде чем говорить о капелланском служении, это на самом деле уникальное служение. Уникальность его в том, что это единственная морская капелланская служба, служащая морякам, окормляющая моряков торгового гражданского флота в России, осуществляемая Православной Церковью. Дело в том, что это служение очень распространено на Западе. Почти в каждом большом порту оно имеет место, но оно осуществляется католиками и протестантами. У нас в России это единственная служба, но, может быть, я ошибусь, если скажу, что, возможно, единственная служба Православной Церкви во всем мире в этой сфере. Собственно, чем определяется вот это служение на Западе? 163-й конвенции Международной Организации Труда. Это оказание духовно-психологической помощи морякам всех судоходных компаний и их семьям, независимо от расы, национальности и вероисповедания. У нас, собственно, она осуществляется по образу служения Христа. Господь как бы два служения осуществлял – сакраментальное и социальное. Сакраментальное – это спасение душ людей, а социальное – это их помощь, то есть служение тем, кого Он спасал. И у нас также основной приоритет – это обращение моряков, их семей и работников порта ко Христу через служение им. В целом службу можно разделить на две части. Первая – это служение всем морякам, входящим на своих кораблях в порт Новороссийска. Это посещение судов, информация о том, что есть такое служение, беседы с моряками, распространение духовной литературы, Евангелий на русском и, в основном, английском языках. Вот. Посещение больных моряков, травмированных. И второе служение – это служение именно морякам, живущим здесь, Новороссийскими. Их семьям, вдовам, болящим морякам. Если говорить о самой профессии моряка, то, наверное, многие представляют ее, как овеянную романтикой странствий и приключений. Но это далеко не так. На самом деле, вот, в современных условиях в этом все меньше и меньше романтики. Потому что это одна из самых сложных, самых трудных профессий. В чем, собственно, трудности? Вот. А контракт моряка состоит, ну, примерно, длится 6-8 месяцев. То есть это отдаленность от родных, от близких, от семьи. Это изолированное существование. Иногда переход из порта в порт длится около месяца. А бывает так, что в некоторых странах морякам запрещено сходить на берег. Вот. Это разрушенные семьи. Это измена. И отсюда, конечно же, алкоголизм. А высокий процент суицида. Вот. И страдают, конечно же, дети. Одна из проблем – это пиратство и недостойное поведение судовладельцев. То есть моряков бросают на произвол судьбы, им не платят зарплату. Вот. И чаще бывает так, что, заходя в порт, арестовывается пароход. И моряк вынужден находиться, пока пароход не продастся и... Ну, он не получит свои деньги. Вот. Сейчас у нас, в данный момент, в Новороссийске находится пароход «Роксалана-2». Моряки ожидают продажи этого парохода в четвертый год. Ситуация трагическая, потому что за этот период их было 12 человек. Капитан умер. Боцман получил травму. Вот. Он сломал берцовую кость. И сейчас осталось три человека на борту. Вот. По сей день. Ну, вот в течение всего этого времени мы их кормим, мы их лечим, мы им помогаем, оказываем духовно-психологическую помощь. Помощь не только словом, но и делом. Вот одна из главных задач капелланской службы. Дело в том, что это может быть не совсем известный факт. 90% всех товаров, потребительских, которыми мы пользуемся, они приходят к нам морем. Это мало кто знает. То есть это очень важно вообще в экономическом служении в стране. Вот. И поэтому, как бы такая благодарность этим людям за их тяжкий труд. Вот. Есть такое служение. У капелланской службы есть широкое сотрудничество. Мы сотрудничаем с международными профсоюзами, морскими, российскими, правоохранительными организациями, российскими, зарубежными, которые помогают морякам. Ну, в данном случае в Новороссийске морской культурный центр международный, где у нас есть своя комната, где работает психолог. Психолог работает с семьей моряков, в основном разрешая проблемы, ну, семейного характера. Кто по морю не плавал, тот Богу не маливался. Не зря на Руси существовала такая поговорка. Опасная стихия, часто непредсказуемая и в чем-то похожая на нашу жизнь, где бывает и полный штиль, и буря, и шторм. Обращается к нам именно в состоянии горя, стресса, отчаяния. Очень часто, как я сказал, российские моряки попадают в тюрьмы. Вот, по разным предлогам. И вот оказывается, моряк, собственно, брошен, и приходит к нам его жена. Вот, или родственники просят найти кого-нибудь там, на Западе, чтобы могли посетить его, ну, не знаю, передать деньги, передать, скажем, лекарства. Вот, или моряк находится, допустим, в больнице. Вот, у нас последний случай был такой. Один из наших моряков, российских молодой парень, будучи на пароходе, получил очень тяжелые травмы, ожоги. Это было в Генте, в Бельгии. Вот, его поместили в ожоговый центр. В течение двух недель он находился в искусственной коме. К нам пришла его мама. Попросила найти тех людей, которые могли бы там как-то помогать им, хотя бы просто посещать его. Через наши международные связи мы нашли православный приход. Вот, и, как он потом рассказывал, когда приехал уже сюда, исцеленный, первое, что он увидел, это были лица наших соотечественников. Православная церковь пришла и посетила его. Как важно, что земной шар опоясывают не только морские пути, по которым движутся корабли, но и какие-то другие, порой невидимые глазу нити. И даже находясь на другом конце света, моряк не остается один. Его как будто бы все время держат за руку. Вот здесь, в этом небольшом новороссийском храме. Другой пример, допустим, приходит к нам наша прихожанка, потому что в Арсиевске очень много семей моряков. Ей звонил муж, буквально вот там два дня на кануне. Говорил, что у него приступы аппендицита, его везут в госпиталь. Это было в Нигерии, в Лагосе. Ну, страшная страна на самом деле. Вот. И след пропал, новостей никаких нет. Что с ним случилось? Вот мы через международные свои связи нашли там морскую миссию. Буквально через два часа нам позвонили, сказали, что его нашли. Он находится в больнице, сделали ему операцию. Проблема в том, что нельзя звонить из этой страны. То есть не позвонишь. Для жены это очень большое утешение. Ну, много случаев таких. Новороссийский порт был открыт в 1838 году и со временем стал крупным торговым центром. Примерно в то же время, в конце XIX века, в армии Российской империи служили 5000 военных священников и несколько сотен капелланов. Существовало флотское духовенство, но это было окормление военного флота, не гражданского флота. На гражданском, может быть, отдельные случаи были так вот, а вот именно окормление гражданского флота, а мы единственное в России сейчас есть. Капеллан – это, скорее всего, должность, слово западного происхождения, католического. Вот сфера деятельности капелланов – это порт, это армия, это больницы, это учебное заведение, ну и дворцы президентов, может быть, или королей, как это раньше было. Но у нас пока капелланы есть в порту вот и военные капелланы. Спасательный круг для моряка. Наверное, так можно назвать это служение. И здесь не выбирают, кому кинуть этот круг, ведь в ситуации опасности спасти нужно каждого. В данном случае у нас социальное служение и в то же самое миссионерское, потому что через служение людям других конфессий, католиков, протестантов, ну даже мусульман, вот на случай таких было достаточно много. Вот когда мусульмане спрашивали, а почему вы нам помогаете? Собственно, вы люди другой веры. А потому что и начинаем говорить о Христе. Господь заповедовал любить всякого человека. Есть среди мусульман те, кто интересуется христианством, у которых, ну, неправильное представление о христианстве. И вот здесь прекрасная возможность. Люди тебя будут слушать, потому что они видят твое открытое сердце, твою возможность помочь человеку. Это не просто, вы знаете, вот как вот у протестантов, где открытая проповедь о Христе, а через служение этим людям. Это может быть, ну, более действенно. Мы помогаем всем, независимо от вероисповедания. Когда вы будете в Новороссийске, то обязательно посмотрите на местный порт и, конечно, зайдите в храм новомучеников и исповедников российских. Ведь эта маленькая церковь помогает держаться на плаву многим кораблям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин